Железная логика с Сергеем Михеевым А будет их еще больше Я думаю, что будут досматривать и сегодня И на выходных в субботу-воскресенье И итоговые цифры Я думаю, будут очень большие Вот поэтому прорыв блокады совершенно точно случился Хотят, не хотят Любят, не любят, нравятся, не нравятся А посмотрят огромное количество людей Смотри, моя красавица Да, и сторонников, противников Горячая реакция Властей, это самое США Тоже интересно по этому поводу Выступили, уже выступили Эти самые всякие советники Сказали, да не стоит вообще принимать за чистую монету А ваши как будто бред не стоят Принимать за чистую монету Но вопрос не в этом Вопрос в том, что чем больше они об этом говорят Тем больше народу это все посмотрят Это просто такой закон, что называется Газеты американские Все отписались, или сейчас отписываются Или еще отпишутся, если еженедельники То отпишутся на выходных Поэтому я думаю, что в информационном плане Этот прорыв совершенно точно совершен И здесь, когда мы еще обсуждали с вами Возможность такого интервью Я сразу говорил, что я считаю его правильным Нужным, необходимым Потому что, конечно, вот все, что мы здесь говорим Какие бы мы, так сказать, замечательные Талантливые, гениальные, так сказать Честные, искренние не были Ясно, что это все рассчитано на русскоязычную аудиторию То есть это, в первую очередь, Российская Федерация Там, да, Беларусь Ну и те вот люди, которые понимают русский язык Находящиеся за пределами И то, до кого это доходит, да А здесь Такер, как бы, да, изнутри Эту информационную блокаду прорвал Вот, изнутри, так сказать, туда, так сказать В лес, что называется, да Ну и ясно, что эффект был гарантирован информационный Вот, что же касается, так сказать, эффекта политического То об этом пока говорить рано Вот, но то, что он есть И то, что он будет Это совершенно точно Да, как минимум, как минимум, да Я считаю, что огромное количество людей В первую очередь, американцев В первый раз вообще услышали Многие детали и подробности И самой истории, значит И России, и Украины И самого конфликта И многого из того, что происходит Происходит сейчас Вокруг этого Действительно, первая часть интервью Владимир Путин дал достаточно Длинную такую историческую справку Но я понимаю, что некоторым это было Слушать, наверное, может быть, утомительно Сам Такер потом, кстати говоря Записал свои эти комментарии Для разъяснения, так сказать Туповатым американцам Потому что они действительно любят Чтобы все было в лоб, так сказать На раз, два, три Вот, он немножко перевел им эти вещи И, наверное, дальше будет еще переводить Я думаю, что он будет комментировать Вот, но я думаю, что Владимир Путин Сделал это совершенно осознанно Почему? Потому что Ну, он дал довольно такой Расширенный экскурс Вообще в историю России И историю, так сказать, того Что на Западе называют Украиной И так далее, и так далее Вот, почему? Потому что надо понимать С кем мы имеем дело Для огромного количества американцев Это вообще все не существует Это, знаете, как вот условно Ребенок или подросток, да Он пока еще не зрелый человек Для него вообще Вся жизнь во Вселенной Началась с того момента Когда он перестал, там, условно говоря Писаться в штаны Как бы и сам себя стал помнить Вот со скольки там ты себя помнишь, так сказать Петя, Вася, так сказать Я помню себя, там, условно говоря С трех лет или с пяти Вот с этого момента Для человека, так сказать Такого молодого И начинается вообще история Вселенной Потом он как бы по мере взросления Получения образования Он вдруг понимает, что О, а что-то еще было Да и до меня А уже потом, когда приходит мудрость Он понимает, что еще Много чего будет и после тебя Так вот Америка И ее население Она все-таки до сих пор В историческом плане Находится в таком Ранний или среднеподростковом возрасте У них история У них история Вообще началась Условно говоря Ну, в лучшем случае С бостонского чаепития Вот это когда, так сказать Началась, условно говоря Война за независимость Этих американских колоний Против Великобритании Даже не с открытия Америки Даже не с открытия Америки Потому что этот период Для них он тоже такой Неоднозначен Потому что там были индейцы какие-то, так сказать, испанцы и прочее, прочее. Их история начинается с войны за независимость в Великобритании. А для большинства вообще еще позднее. По сути, у них центральный момент их истории — это гражданская война с севера и юга, и потом образование таких штатов, которые мы сейчас видим. Вот с этого момента началась история. Но до этого момента, как известно, была огромная мировая история. И в частности, история цивилизации, история государственности на нашей земле. Она, конечно, гораздо более ранняя. А для них, например, там, условно говоря, 13-й век или 9-й век, для них это вообще что-то непонятное. Где это, когда это? Поэтому им надо рассказать это было. Я вам больше скажу, я уверен, что сам Такер этого не знал. И Байден этого не знает. И все эти конгрессмены, сенаторы, которые сидят, они всего этого не знают. Вот то, что для нас является фактически учебником истории, ну там, кто как ее учил, так сказать, кто-то что-то помнит, кто-то не помнит, но для них это все темный лес. Они ничего про это не знают. Вот поэтому, кстати говоря, нашим замечательным пранкерам, там, Вовану и Лексусу, периодически удается их развести. Ну, просто на пустом месте смехотворно там они там, то они, значит, это самое, против Бармалея там воюют, а то еще что-то в этом роде. Да, и так далее, и так далее. Потому что в значительной степени эти люди, ну, они не имеют хорошего образования. Они про историю своего-то континента мало что знают. А уж там про условную там Евразию, там, или Россию, или Украину. Они не знают ничего, и ровно, так сказать, чем они оперируют, теми штампами, которые им сиюминутно дает там американская пресса. Поэтому я думаю, что, может быть, некоторым показалось это затянутым, но я думаю, что это полезно. Потому что для большинства людей в Америке и даже в Европе вот все, что они услышали, это вообще в первый раз в жизни. И я вам больше того скажу, да, они будут дальше оперировать этой версией. Хотите, не хотите, вот они будут говорить, а Путин сказал, а Путин говорил. Они для них дальше, вот картинка будет складываться, в том числе для тех, кто посмотрел, вот из его слов. Почему? Потому что раньше им про этот период истории вообще никто ничего не говорил. То есть у них было белое пятно, и первая информация, которая фактически попадает им в мозг, это та информация, которую, как бы, да, сказал Путин. Поэтому у многих из тех, кто посмотрел это интервью, вот это белое пятно будет заполнено ничем иным, как словами Путина. И мне кажется, вот как минимум, это уже важно, если так начинать немножко, для разогрева, что называется. Ну, Западу в ответ же придется рисовать свою альтернативную, своим гражданам альтернативную картинку, в которой древние укры выкопали Черное море, что является полным абсурдом, да, что это чуть ли не колыбель цивилизации, что тоже является полным абсурдом. Но, с другой стороны, вы сказали вот про эти штампы, и в самом начале беседы у Карлсона все-таки попыталась пробиться вот эта западно-медийная штамповка. Вот он начал самый первый вопрос, да, спросил у Владимира Путина, почему вы считаете, что Америка могла нанести неожиданный удар по России? Путин сказал, что он не говорил такого, и уточнил у Карлсона, а у нас с вами ток-шоу или серьезный разговор? Вот дальше пошел серьезный разговор. Все. Карлсон понял, что вот эти вот вбитые там в СНН-ах, там в Вашингтон-постах, вот эти все штампики здесь уже не сработают. Здесь будет серьезный разговор с серьезными аргументами российской стороны. Ну, Карлсон, во-первых, американский журналист. Надо сказать, что вот эта вся американская журналистика, она, конечно, серьезно снизила планку разговора в принципе, потому что все опустилось на такой уровень, что называется, этого самого, так сказать, уличного, как в Питере говорят, поребрика, да, на уровень плинтуса, да, вот, на уровень, так сказать, таких вот очень примитивных вещей. А почему? А для того, чтобы быть доступным самому невзыскательному потребителю этой информации, да, к сожалению, и уровень политики, в том числе публичной в Штатах, а вслед за ним и во многих других странах Запада, опустился на этот же уровень. Им что главное? Им главное, чтобы тебя понял, как бы, условно говоря, человек, который сидит, это самое, ест этот гамбургер, там, да, и запивает там пивом, там, или еще чем-то, да, вот, чтобы он тебя понял, как бы, да, и так далее. Вот остальное им не важно, а это всегда выхолачивает смыслы, выхолачивает смыслы, и очень часто для того, чтобы что-то понять, все-таки надо приложить усилие, усилие подумать, так сказать, да, поразмыслить над этими делами. А вся современная массовая культура, как и массовая информация Запада, она направлена на то, чтобы ты просто хавал картинку, не прилагая никаких усилий. Я почему все время, вот, да, эти, периодически здесь вот воюю, там, да, виртуально, там, со всякими тиктоками и всевозможными штуками, потому что это обедняет человека и лишает его мысли, лишает ее способности действительно мыслить, так сказать, более-менее масштабно, анализировать ситуацию и так далее. Но вот американская, как бы, да, модель, она именно к этому сводит, вот к таким вот примитивнейшим штампам. То есть, с одной стороны, можно было бы сказать, ну, Путин должен был это понимать, и надо было на таком языке говорить с американскими гражданами. С другой стороны, ну, очевидно, что Путин президент Российской Федерации, и опускаться до тех штампов, которые навязывает ему американский журналист, даже если это Карлсон, ну, было бессмысленно, это было неправильно. Вот поэтому, так сказать, можно там как-то обсуждать эти вещи, но я считаю, что опускаться вот до стилистики, которую Карлсон хотел бы навязать, да, это было неправильно, даже несмотря на то, что Карлсон в целом, конечно, был там относительно дружелюбно настроен, да. Поэтому, да, серьезный разговор, потому что серьезные дела, как бы, решаются через серьезные разговоры. А вот как раз одна из проблем вообще, как бы, современной массовой политики, так сказать, вот, американской политики в частности, она стоит в том, что мы смотрим на все это по телевизору, да, и это вроде все как, вот, знаете, элементы шоу. Вот в ток-шоу, как бы, или в шоу какое-то вообще, так сказать, в представлении, если по-русски говорят, превращается все, в том числе убийство десятков тысяч людей или сотен тысяч людей, да. И американцы к этому привыкли, они просто смотрят на это по телевизору. А на самом деле, как бы, происходят ужасные, там, трагические или серьезнейшие вещи, которые, чтобы понять и проанализировать, для этого нужно знание и серьезный разговор. Вот, поэтому вот эта стилистика, это Скут Карлосов не прошла, но, слава богу, он, как бы, тоже взял себя в руки, вот, и все-таки, все-таки, так сказать, да, понял, что здесь действительно должен быть разговор серьезный. Хотя, может быть, для некоторых американцев действительно он покажется затянутым и прочее, но я думаю, что он будет познавательным. Кстати говоря, интересно и то, несомненно, что вообще, наконец-то, там, европейцы, американцы, ну, американцы в первую очередь пока, ну, думаю, что многие европейцы в том числе. Кстати, было бы интересно по итогам, как бы, да, тому же Карлсону провести анализ этих самых просмотров, да, ну, по странам, да, и прочее-прочее. Вот, интересно то, что они, я думаю, впервые вообще увидели живого Путина как человека. Потому что то, что им показывают, какие-нибудь нарезки, там, условно говоря, да, так сказать, из каких-то там репортажей, как бы, ну, это ни о чем, да, вот, это позволяло, как бы, лепить такой образ Путина, который выгоден, значит, тем, кто управляет сегодня, там, информационной политикой. А здесь, в данном случае, увидели живого человека, во-первых, уверенного в себе, во-вторых, достаточно спокойного, в-третьих, серьезного, в-четвертых, рассудительного, вот, и в-пятых, так сказать, хорошо знающего вопрос, там, готового обсуждать любые темы и так далее. Это важно, это важно, потому что они увидели человека. Кстати, Карлсон обещал еще выложить вот у себя там на сайте полную версию со всеми техническими паузами, там, и со всем остальным, видимо, это согласовано. Мне, кстати, вот интересно, я этого не знаю, интересно, так сказать, кто переводил слова Путина, потому что это важно. Был ли это наш перевод, и настояли ли мы на том, что это наш перевод, или это переводил кто-то из американцев, потому что, на самом деле, неточности перевода очень часто играют такую, ну, серьезную роль в интерпретации текста-то, и в понимании. Я не знаю точно, но я надеюсь, что это был наш текст, так сказать, наш перевод, потому что очень важно было перевести слова Путина правильно, тем более, что русский язык, он такой очень образный, вот, и иногда, например, иностранцы, ну, они не могут понять нюансов интонации, ну, как, впрочем, как бы, и мы тоже не всегда понимаем, там, не знаем, если идиомы там всевозможные, и прочее, прочее. Вот, но, тем не менее, там, да, Карлсон выложит и полную версию, я думаю, что это хорошо, с той точки зрения, что люди увидят, что Путин, как бы, ну, он живой человек, да, и вполне, как бы, да, вполне себя уверенно чувствует, и очень знающий, и так далее, и так далее. Вот, потому что то, что лепят они там, ну, и раньше так было, а сейчас, так, последние два года, значит, что Путин такой доктор зло, вот, он сидит там где-то в своей, там, это, условно, там, бункере или башне, как бы, оттуда он, значит, мечтает всех убить, там, и вот, и не сегодня-завтра нападет там на бедную Европу, а потом на бедную Америку, ну, то есть, абсолютно, такой, абсолютный комикс, вот, такой простейший, так сказать, тупорылый, абсолютно вообще такой ни о чем, да, вот, поэтому то, что, то, что, как бы, они увидели живой разговор, как бы, да, и он же серьезный, вот, это, на мой взгляд, уже само по себе очень важно. А не слишком ли сложно для восприятия глубинного американского народа вот это двухчасовое интервью? Вы тоже говорили, да, что они, вот, любят упрощать все, сидеть там с гамбургером, там, да-да, нет-нет, либо все-таки это был больше сигнал на конкретную группу людей, которая принимает решения там, на Западе, и в США, и в Европе. Ну, кстати, я еще скажу, так сказать, пока не забыл, так сказать, а то деменция на всех, на этом, за нами идет по пятам. Вот интересно и то, в сравнении Путина, что для американского бывателя совершенно очевидно, что Байден, например, да, такого интервью просто не потянул бы просто физически. Ну, просто не потянул бы. Сколько раз он запутался бы, да, за эти два часа, как бы, ну, тут даже страшно себе представить. Я не хочу его злорадствовать, но факт остается фактом. Он находится на должности, поэтому мы анализируем эти вещи. По поводу вот этой простоты и сложности. Да, есть такая дилемма, есть такая дилемма. Ну, скажем, я вот подобную дилемму, как бы, да, испытываю там в собственной работе. Почему? Потому что, в принципе, можно говорить академическим языком ученого совета. Или можно, так сказать, перейти на модный какой-нибудь там сленг, переполненный иностранными, так сказать, словами. Или говорить хорошо по-русски, но тоже достаточно так обстоятельно, знаете, в стиле, так сказать, толстой-толстой книжки. Конечно, многое зависит от аудитории, но я чаще склоняюсь к тому, чтобы сделать какое-то там смешение жанров, что называется, да, для того, чтобы и с одной стороны было доходчиво, а с другой стороны, чтобы смыслы не потерялись. Это всегда довольно сложная задача. Вообще, уметь говорить так, чтобы тебя понимали правильно, и чтобы понимали именно то, что ты хочешь донести, это непросто. Вот, но, как бы, да, в данном случае речь идет о статусе. Да, президент, еще раз говорю, Российской Федерации, он не мог позволить себе, я считаю, так сказать, да, я думаю, что тоже выбор стилистики был для него сложным вопросом, но, на мой взгляд, он не мог позволить себе опуститься до уровня разговора, так сказать, объяснений в пивной. Вот, собственно, и все. Поэтому, да, здесь определенная сложность есть. Да, наверное, так сказать, для каких-то американцев это будет сложновато, но, с другой стороны, это вызывает уважение. Должно вызывать уважение, даже возьмем там какого-то простого человека, да, условного, но он видит, что с той стороны сидит умный парень, как бы, да, что с той стороны сидит человек, знающий, и что при этом он разговаривает, так сказать, да, с ним, с этой аудиторией и с Карлсоном, как бы, а значит, и с теми, кто его слушает, уважительно, не опускаясь до панибратства. Вот панибратство, знаете, это тоже такая, так сказать, достаточно опасная вещь, когда люди начинают строить из себя своих в доску парней, как бы, да, рубаха парня, и все такое правило. Я вот считаю, что это вот никогда не срабатывает. То есть это, ну, это рассчитано на очень там узкую аудиторию и чаще всего, так сказать, знаете, на не сильно далеких людей. Не надо строить из себя то, чем ты не являешься, да, во-первых, а во-вторых, не надо пытаться всем понравиться и всем подыграть. Поэтому я думаю, что Путин говорил так, как он считал нужным и так, как, по его мнению, должен был говорить президент Российской Федерации. Потому что здесь все-таки статус. Одно дело, так сказать, мы здесь с вами рассуждаем или даже пусть даже выступаем на какой-то конференции или прочее-прочее. Другое дело, когда, говорит, человек облеченный статусом руководителя ядерной державы. Это тоже важно. Ну и плюс ваша мысль о том, что это было послание элитам, ну, она тоже, я думаю, имеет место быть. Из чего я это вывожу? Не только из стилистики, но и из того, что, значит, Карлсон несколько раз пытался свернуть Путина на простую дорожку. Байден плохой, Трамп хороший. А вот сейчас Трамп придет, мы с ним договоримся, да. И было вот видно несколько раз, что он пытается это делать. Но Путин каждый раз от этого уходил, да. Он говорил, речь ведь не в личности, речь в элитах, да, речь об этом. Я думаю, что здесь он, во-первых, так сказать, страховался по целому ряду позиций. Во-первых, непонятно, все-таки, кто победит. Это раз, кто там будет президентом. Во-вторых, он обращается к тем, кто сейчас находится у власти. Кто там будет у власти, это посмотрим. Когда кто-то будет у власти, так к ним будем обращаться, да. Обращается к ним. А в-третьих, да, это послание условному американскому глубинному государству, условному, так сказать, правящему классу, или то, что в Америке называется establishment, да. Речь о том, что времена меняются. Вот то тоже, что мы здесь периодически обсуждаем. Нужна концептуальная перезагрузка, понимание того, что вообще происходит. Он обращается через голову конкретных кандидатов в выборы. Да, вот Карлсону, ему важна там, ему важна тактическая задача. Вот сейчас у нас выборы, давай, так сказать, Путин там. Ты за кого? За это самое, за этих, за большевиков или за коммунистов, как в этом самом, в этом, в Чапаеве было. Да. За первый интернационал, так сказать, вот, или еще за какой-то. Вот. А он, как бы, да, обращался через голову конкретных кандидатов, через голову вот этого конкретного сюжета с выборами, который, конечно, важен, вот, но тем не менее, да. И через попытку встроить, что хотел Карлсон? Он хотел встроить его избирательную кампанию в США. Вот. А Путин этого не стал делать. У этого есть свои минусы, но есть, мне кажется, и больше плюсов, потому что он обращается, как бы, к элитам США через голову этого сюжета. Он говорит, этот сюжет важен, но вообще, на самом деле, история-то будет длиться. И вот то, о чем тоже мы не раз рассуждали с вами, да. Мир меняется, мир меняется, а Штаты должны это переосознать. Если они не пересознают, то и личность здесь будет, значит, играть недостаточно, недостаточно много ролей. То есть, да, есть такой момент, видимо, обращение и к этим людям. Другой вопрос, способны ли они это слышать. Мне кажется, вот деградация очень серьезная. То есть, они по большому счету действительно уже плохо соображают и не способны на такой серьезный разговор. Но зато американцы увидели разницу между энергичным Путиным и вот этим овощем Байденом. Один из самых популярных комментариев, что Путин полчаса потратил, перебирая историю Украины, тысячелетнюю, а Байден двух слов связать не может.